Мессия Ишуа 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 Это весьма древнее. Вспомните, например, терновый куст, который горит и не сгорает. Что тогда делает Моисей, то есть Моше, который увидел такое странное явление, он говорит, пойду-ка погляжу, что за диво? Такое. Так же и здесь. Сюрприз — это, можно сказать, фирменный знак Господа Бога. Ведь наша жизнь очень часто идет сама по себе, понакатанной, превращается в рутину, и мы уже перестаем даже думать о чем-то новом, не говоря о том, чтобы ожидать чего-то нового. Поэтому иногда нас нужно немножко растормошить. Иначе мы просто не обратим внимания на Бога и на то, что Он хочет нам сказать или что Он хочет сделать. Перейдем ко второму вопросу. Было ли принятие Святого Духа нормой жизни верующего в ранней мессианской общине? Ну, скажем, такой же нормой, как твила, то есть погружение в воду или водное крещение. На этот вопрос я однозначно отвечаю «да». И вот почему. Книга «Деяния апостола» содержит четыре эпизода, отписанные, соответственно, во второй, восьмой, десятый и девятнадцатый главах. Где говорится о принятии верующими Святого Духа? Эти четыре эпизода, соответственно, происходят в Иерусалиме, в Самарии, то есть в Шамроне, если говорить на иврите, в Яфу, который в синодальном переводе называется Иопия, и в городе Эфес. И это достаточно много материала для анализа, на основании которого можно сделать некоторые выводы. Сошествие Святого Духа в Иерусалиме на приблизительно 120 учеников мессии Ишуа, которые молились в праздник Шивот в так называемой Верхней Корнице, оно было предсказано самим Ишуа перед его вознесением. Говоря в тот раз о Духе, Ишуа упомянул две вещи. Во-первых, задачу, которую он ставит перед своими учениками, быть его свидетелями, и во-вторых, силу, которую они получат при сошествии Духа. В Самарии принятие верующими Духа произошло благодаря тому, что к ним пришли Кефа и Йоханан, то есть апостолы Петр и Иоанн. Они были специально посланы Иерусалимской общиной в Самарию после того, как стало известно, что тамошние жители уверовали в Ишуа, как в Мессию Израиля. Лука рассказывает об этом так. Когда посланники в Иерушалиме узнали, что в Шамроне приняли Божье Слово, они послали им Кефу и Йоханана, которые пришли и помолились за них, чтобы они получили Руаха-Кодыш, так как до этого времени он, то есть Руаха-Кодыш, Святой Дух, не сходил ни на одного из них. Они лишь приняли погружение во имя Господа Ишуа. Затем, когда Кефа и Йоханан возложили на них руки, они получили Руаха-Кодыш. Жители Шамрона, то есть Самари, уверовали в Ишуа благодаря служению человека по имени Филипп. Уверовав, они, естественно, приняли обряд омовения в воде, то есть погружение, крещение. Однако им, очевидно, также предстояло принять дар Духа Святого. Это было настолько важно, что ради этого Иерусалимская община отправила в Шамрон ни много ни мало Кефу и Йоханана, наиболее авторитетных апостолов Мессии Ишуа, о которых Шауль пишет, что их почитали столпами. Из текста «Деяния апостолов» мы знаем, что апостолы занимались исключительно важными делами, или даже делами наивысшей важности, и только ими. В 8 главе при этом также дважды говорится о том, что принятие верующими Святого Духа совершалось через возложение рук апостолов. То есть, по всей вероятности, апостолы считали свой духовный опыт, полученный в Иерусалиме на праздник Шивот, чем-то нормативным, иначе бы они просто не пошли. На это указывает как текст из 8 главы «Деяния», так и слова самого Кефы, сказанные им в Иерусалиме. В завершение его свидетельства о Ишуа, еще в день самого праздника того Шивота. Что он говорит? «Возвратитесь к Богу, — говорит он собравшимся людям, — и пусть каждый примет крещение во имя Иисуса Христа, чтобы Бог простил вам грехи. Тогда вы получите от Бога дар, Его Святой Дух, ведь Он был обещан вам и детям вашим, и тем, кто вдали, всем, кого призывает Господь наш Бог». Здесь мы видим две вещи. Во-первых, Святой Дух — это дар, который обещан всем, кого призывает Господь. Обратите внимание, Петр говорит здесь не о даре языков, он говорит о даре Святого Духа, о том же самом даре, о котором за 10 дней до этого с ним и с другими апостолами говорил сам Ишуа. Он говорит, что этот дар не является эксклюзивным обещанием Бога апостолам, а наоборот, дается всем тем, кого призывает Господь. Другими словами, принятие Святого Духа — это что-то совершенно нормальное и необходимое для каждого верующего. Во-вторых, Петр упоминает здесь определенную последовательность духовного опыта. Шаг первый — вернуться к Богу, то есть раскаяться в своих грехах. Шаг второй — примите твилу, то есть креститесь, совершите погружение в водное. И шаг третий — примите дар Святого Духа. Таким образом, принятие Святого Духа в его представлении следует за твилой, за водным погружением. И такое же представление о принятии Духа было, по всей видимости, и у Шауля, то есть у Павла, потому что в 19 главе Деяния описывается его встреча с группой учеников в Эфесе, и он задает им два вопроса. Первый — получили ли вы Святой Дух, когда поверили? Вопрос указывает на то, что хотя Павел, скорее всего, не ставит под сомнение веру этих людей, он сомневается в том, что их духовный опыт полноценен. Он допускает возможность того, что они верующие в Ешуа, но еще не приняли Святого Духа. То есть они находятся в том же состоянии, что и верующие в Самарии, в Шамроне, до того, как к ним пришли Петр и Йоханан. Когда же те люди в Эфесе отвечают Шаулю, что ни о чем подобном даже не слышали, его следующий вопрос такой — как же вы тогда крестились? Этот вопрос показывает, что в мышлении Павла принятие Святого Духа связано с крещением, причем связь здесь причинно-следственная. Правильное крещение открывает возможность для принятия Святого Духа, а отсутствие дара Духа указывает на то, что что-то, по всей вероятности, не так было с погружением, с крещением. И ответ учеников подтверждает догадку Павла. Они говорят, что им известен только обряд погружения, который предлагал Йоханан, погружавший в воду, то есть Иоанн Креститель. То есть они даже не дошли до опыта самарийских верующих. Они, те к приходу Петра и Иоанна, уже были крещены в воде во имя Ишуа. И тогда Павел объясняет им разницу между служениями Йоханана, Иоанна Крестителя и Ишуа. И после этого они принимают крещение во имя Ишуа. Павел возлагает на них руки, и на них нисходит Святой Дух. Итак, на основании книги «Деяния апостолов» можно сказать, что апостольское представление о принятии Святого Духа было, по всей вероятности, следующим. Во-первых, поскольку обетование Духа принадлежит всем, кого призывает Господь Бог, приятие Духа — это что-то нормативное для каждого верующего. Во-вторых, это самостоятельный духовный опыт, который не приобретается автоматически при уверовании в Ишуа как в Мессию. Бог дает верующему дар Духа, как правило, через апостольскую молитву с возложением рук. И в-третьих, принятие Духа, как правило, следует за водным крещением. Я подчеркиваю, как правило, потому что, говоря о Святом Духе и его действиях, очень трудно какие-то четкие правила выводить. Сама книга «Деяния» указывает на то, что если такие правила и есть, то нужно быть готовым, открытым к исключениям из них. Но об этом, а также о языках еще в нашей следующей программе. Спасибо. Шалом. Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Ишуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oasis-media.tv Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте.